Когда я работаю над своими роликами, то выпиваю довольно-таки много чая, особенно когда работаю ночью. Многие люди в мире очень любят чай, вокруг него сформировалась целая культура и даже философия. В странах бывшего Советского Союза чай пьют практически все, кто-то больше, кто-то меньше. Причем у кого-то может быть даже пустой холодильник, где ничего нет, но чай дома найдется практически всегда. Это 10 интересных фактов про чай. Чай – это второй по популярности напиток в мире после воды. Черный и зеленый чай, а также пуэр и улун делаются из одного и того же растения – чайного куста. Такие большие различия между этими сортами чая достигаются за счет разных технологий ферментации или, по-простому говоря, сушки для каждого вида чая. Больше всего чая в пересчете на одного человека выпивают в Турции. В среднем каждый турок в год потребляет около 7,5 килограммов чая или 3700 кружек в год. Россия по этому показателю находится на 15 месте. В среднем каждый россиянин за год потребляет 1 килограмм и 200 граммов чая, а это примерно 600 кружек в год. Жители Тибета добавляют в чай очень необычные для европейского человека добавки. В Тибете принято пить чай со сливочным маслом и солью. Такой состав чая помогает быстро восстановить силы после долгих горных переходов. В России чай появился в начале 17 века, когда китайские послы подарили российскому царю Михаилу Федоровичу Романову несколько ящиков китайского чая. А до этого в России пили иван-чай, который делается из одноименного растения, но при этом он не содержит никаких тонизирующих веществ и кофеина. При этом иван-чай это очень полезный напиток, поэтому я советую вам про него прочитать. Лично я сам довольно-таки часто его пью. В Древнем Китае чай иногда использовался как валюта. Его прессовали в брикеты стандартного размера и расплачивались им за товары. К тому же брикеты всегда можно было разломать на несколько частей, и поэтому такой способ взаиморасчетов был довольно-таки удобным. Существует такой напиток из чая, который называется чифирь. Чифирь очень распространен в российских тюрьмах среди заключенных как замена алкоголю. Для его приготовления используется очень большое количество заварки. Причем заварку не просто заваривают, а в течение некоторого времени варят на огне. В результате более долгой термической обработки химический состав такого чая очень меняется, и его бодрящий эффект усиливается в несколько раз. При этом при долгом употреблении чифиря от него может возникнуть зависимость. Также чифирь наносит вред сердцу и часто вызывает запоры. На полках магазинов в России можно обнаружить большое количество разных видов зеленого чая. Но на самом деле зеленый чай в России пьют немногие. Продажи черного чая в России в 10 раз выше, чем продажи зеленого чая. Когда чай завезли в Европу, многие европейцы не знали, как правильно его употреблять. Поэтому они размачивали чайные листья водой и делали из них салат. В России, кстати, было то же самое. Самый дорогой чай в мире называется Да Хун Пао. Он производится только в одном месте, а именно в Китае, возле монастыря, который находится в провинции Фудзянь. Кустов, с которых собирают листья этого чая, всего 6 штук. Купить этот чай можно только на аукционе, а цена одного килограмма такого чая начинается от 700 тысяч долларов. То есть одна чашка такого чая будет стоить примерно 1000 долларов. А какой чай любите вы? Напишите об этом в комментариях. Лично я в последнее время пью зеленый или черный чай без молока и сахара. Также я часто пью и ван-чай, особенно в холодном виде. Раз уж мы говорим про чай, то если вы еще не видели, советую вам посмотреть мои подборки фактов про Китай и Японию. Ссылки в аннотациях на экране, а также в описании под видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, а также обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Демиос. Пока!